Всем привет! Ассалам алейкум! Встречаю вас на горском свежем воздухе утреннем. Не могу никак насладиться. Иди сюда. Мы сегодня ночевали у тёти, потому что у бабушки дома очень холодно. Мы здесь вниз немножечко спустились. Вот. Так что у них, как сказать, отопление, а у бабушки надо печку топить. И обогревателем комната не прогревается, к сожалению. Поэтому пришлось спуститься к тёте. И тут, короче, тоже очень красиво, хорошо. Сейчас вам немножечко покажу, да, Маденька? Да. Ты любишь тётю? Тебе нравится тётя? Понравилась у тёти дома? Да, да. Да? Нет. Тётя. Тётя. А горы? Нравятся тебе горы? Да. Горы красивые? Ага, большие. Большие горы. Туда нет. Ты туда не пойдёшь? Ой, к Мураду. К Мураду хочешь? Да. Она брата двоюродного мужа очень полюбила. Прямо постоянно просится к Мураду, да? И, кстати, нас она вот в дороге, сколько мы ехали, нас она не слушалась. Она слушалась только Мурада. Вот, девочки, какие горы. Правда, намного красивее тут, когда всё цветёт, когда вся трава зелёная. Помню, когда мы приезжали летом где-то в июне, наверное, в июле сюда. И было очень красиво, всё было зелено, деревья пушистые. Вот такой вот дом. Прямо все дома стоят вот так вот, можно сказать, на обрыве горы. Это ещё снизу горы дома тётя, а бабушки сверху. И мы когда сюда спускались, было очень страшно. Мы потом к бабушке пойдём сегодня шашлыки жарить. Обязательно вам покажу дорогу эту. Куда? Пошли посмотрим, что там есть. Мы сейчас будем спать и чуду готовить. Это у них типа баня. Ну, ванна там, мыются они. Смотрите, реально страшно, если вот так... Кто вообще не жил в этой местности, страшновато вот так вниз даже смотреть. Я туда боюсь, дочь, если честно, идти. У, ты большой друг. Большой друг. Что там есть? Пошли. Пойдём посмотрим. Давай руку. Давай руку. Ну, мы туда не пойдём, давай здесь посмотрим, давай. Смотрите, там какой-то ручей, что ли. Вот видите, дома как стоят. Это я всё показываю для тех, кто просто ни разу такого не видел. Но это очень красиво. Смотрите, сейчас покажу ещё вам. Так, видите, там нет? На горе люди. Вон. Коров загоняют или наоборот разгоняют. Не боятся, короче, вот так по горам бегать. Пойдём к тёте. Ещё, знаете, чем хотела поделиться, вот как мы сюда приехали, до этого у нас дети очень сильно болели, кашляли, но мы всё равно сюда поехали в горы, потому что очень хотели, бабушке обещали, да, что мы приедем. Там она очень нас ждала. Ну и так получилось, что с машиной тоже у нас получилось сейчас поехать. Потом уже неизвестно было бы, поехали мы или нет. Ну, короче, факт в том, что у детей, например, сопли прошли просто сразу же. Вот как мы сюда приехали, на сегодня соплей уже нет ни у одной, ни у второй. Ой, кашель, да, ещё остался у Мадинки, но это я ингаляции буду делать, пройдёт. Ну вот просто посудите, что делает только один свежий воздух, да, вот этот вот горный воздух, что... У меня, кстати, тоже насморк был, сейчас уже нет. С тёте готовим уже чудушки, здесь у нас картошка с сыром, там уже чудушки готовые, которые надо раскатать. Вот такие вот лепёшки она раскатывает, получается, картошку засовывает в тесто, слепляет и вот так вот тонко раскатывает. Потом на сухой сковороде жарим и маслом будем смазывать. Потом вот так вот маслом каждую смазываем. И всё, собственно говоря. Мои горские дети. Где? Истина, меня смотришь, смотрит на меня. Играют игрушками. Да, Мадина? Да. Вот так, а? Вот книжки какие, Мадина. Хорошо, что Мадина книжки, с собой игрушки взяла, а я не хотела брать, да, доча? Дагестанские носки. Это братика, получается, двоюродного. Ему маленькие, саменькие зато как раз. 14-16 разница. Тяжело, Маликатеви? Тяжело. Слабы и прекрасно. Это тётины коровы. Корова и её телёнок. Тётя, получается, живёт там внизу с горы, надо спускаться, мы вот поднялись. А это бабушкин дом. Тут за своими вещами поднялись. Коровушки пока днём там гуляют. Ты сегодня едешь? Не едешь? Куда еду? Нет. Нет, не поеду. Оказывается, это вот телёнка, что я показывала. Это был не Патин, не тётин. Вот тётин. А корова-то на улице видит. Сейчас собаку возьмём, подожди. Сейчас отсюда достанем. Стой, сейчас главное, чтобы ты не убежал. Стой. Давай, закони. Давай, закони. Всё, зашёл, зашёл. И чё, закрыть? Да, да, закрыть. Закрыть ему? И всё, пока. Ты в темноте будешь сидеть. Да? Ты халюся, боишься, что ли, меня? Можно я поглядить тебя? Я боюсь сама тебя гладить. Красавчик, иди сюда. Такой спуск крутой. Прямо. Ой-ой-ой. Вообще, что-то ветер сегодня наносильный. Туда идём. Давай, тихо, сами. Ещё сами юши на руках. Неудобно. И снимать, и рассказывать, и идти аккуратно ещё. Чтобы не упасть. Вся камера этого ужаса не передаёт. Страх имеется в виду. Очень опасно спускаться так. В общем, в любой момент упасть можно. Сижу и тихонько наблюдаю, как припахали мужа, Мурада. Идут перекапывать огород. Молодцы какие, помогают. А у меня самейка спит, поэтому я не могу пойти никуда. Сижу и наблюдаю из дома. Умудрилась ещё здесь макароны даже приготовить. Мадинка у меня ничего особо не ест, поэтому ради неё стою готова. Потому что чудушки, она как-то, знаете, не очень поела. Хочется нормальной еды. Всем привет. Ассалам алейкум. Мои хорошие, знаете, моих припахали на огороде. Мадинка с ними гуляет, Самичика спит. Я тут недалеко от своей двери решила с вами поболтать, записать видео. Помните, я как-то спрашивала у вас в сообществе вопрос-ответ. Решила ответить на некоторые вопросы. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Желаю всем хорошего дня. И чуть-чуть расскажу, что в горах нам вообще классно. Правда, жарко. Ночью погода очень холодная. Дома бывает холодно, поэтому у бабушки мы не смогли ночевать просто физически. У них в комнате-то тепло за счёт того, что бабушка там готовит и так далее. А вот в комнате очень холодно. Даже если печку топить. А у тёти очень жарко. У меня, видите, аж щёки красные. Думаю, чтобы попросить одеть, у неё такого чего-нибудь полегче, потому что, ну, невозможно, если честно, уже так ходить. А потом что? Насчёт ваших вопросов. В основном задают одни и те же вопросы. Ничего особо нового. Расскажу по порядку. Возможно, это видео разделится на две части, потому что не все вопросы я как бы запомнила. Мне надо их вообще выписать на бумажку. На это видео я записываю спонтанно. Как говорится, что-то спонтанное намного лучше, чем когда ты к этому готовишься. Первый вопрос. Кем я хочу работать? Кем я вижу себя в будущем? И хочу ли я вообще работать? Буду ли я как-то работать? И работаю ли я? Так, девочки, да, я работаю. Работаю я на ютубе. Помимо этого, у меня ещё есть стипендия. Я её получаю как сироте. Камера отключилась, потому что забился телефон. Уже памяти нет. Так, ну, сколько же мне платят стипендию как сироте? 20 тысяч. Плюс ещё я зарабатываю на ютубе. На ютубе, девочки, я зарабатываю немного. То, что я зарабатываю, я просто коплю. Я эти деньги не снимаю. Ну, примерно в месяц там выходит, может быть, я снимаю нечасто видео, да, но там, ну, 200 долларов, может, выходит, да. Ну, до 20 тысяч рублей, короче, да. А когда я снимала вообще каждый день, там, на пике моих просмотров, да, можно сказать, я зарабатывала. Ну, вот когда, знаете, вот перед рождением сами у меня просмотры были очень хорошие, тогда я зарабатывала, получила, ну, там, что примерно около 40 тысяч, это за месяц у меня вышло. Ну, а так стабильно примерно около 20-15, вот так. Это если, ну, особо не стараться каждый день и снимать, да. Просто тоже, сколько ему лет, сколько мне лет. Ему 27, мне 24, у меня на 3 года старше. Давайте вот по порядку, кем я себя вижу, да, в будущем. Вообще, моя мечта была обучиться на эксперта-криминалиста, чтобы вот, когда находит тело, ты его как бы обследуешь, смотришь, да, там всякие улики смотришь, там и так далее. Короче, хотела вот экспертам-криминалистам смотреть, потому что там и вскрытия даже некоторые проводят, бывает, да. Всякие интересные такие случаи тоже попадаются. Ну, короче, это моя мечта была с детства, так и не получилось. Либо я хотела куда-то в органы, типа полиции и так далее. Но в Якутске в это дело меня точно не возьмут, по понятным причинам, да. До Дагестана еще возможно, но тоже нужно постараться, потому что тут в основном все, знаете, так, типа по связям. А потом... Так, насчет профессии я вам ответила, да, вот, в общем... А так я не знаю. Может быть, пойду куда-то в банк работать, если я закончу свой колледж, да. Кстати, я учусь у себя в Якутске в колледже связи. Сейчас я в академическом отпуске. Я его еще взяла, когда забеременела только Мадинка. Я училась уже на самом последнем курсе. Взяла академ. Потому что, получается, у меня в день, грубо говоря, диплома у меня уже ПДР стояло. И там было просто нереально. Меня уже в больницу положили там за неделю до диплома, да. У меня уже и диплом был готов, в принципе. Ну и, короче, я оформила академ. Чтобы не солгать, чтобы еще, конечно же, получать стипендию. Потому что стипендию у меня не маленькая. Хорошая, большая. И вот, поэтому я, собственно говоря, я оформила академ. Вот. Три года с Мадиной в академии просидела, потом забеременела Сами и его опять продлила. То есть еще три года я буду сидеть в академии. Если рожу еще, еще в академии буду сидеть. Самейка проснулась, поэтому я резко убежала, не до конца ответила на ваши вопросы. Вот. Она тут наделала делов. Пойду я сейчас мыть. Довольная лежит. Туда-сюда крутится, переворачивается. Зеленоглязька моя мамина селедка, девочка. Диама, Динка спит у нас. Так что, девочки, на сегодня буду с вами прощаться. Буду играть, заниматься детьми. Завтра еще вас ждет влог, конечно же, наш сельский. Потом уже поедем домой. Так что я на этом с вами буду прощаться. Всем пока. Ассалам алейкум. Всех люблю, целую, обнимаю. Поэтому подписывайтесь на меня обязательно, кто еще этого не сделал, чтобы не пропускать мои новые видео. И, конечно, поставьте лайк нам. Поставьте лайк. Ничего сложного в этом не будет. Вам не сложно, а мне приятно. Всем пока.